Русские новости 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 В рамках какой-то организации не получается привлечь людей, поэтому мы попытаемся привлечь авторов к тому, чтобы создать какой-то интегральный документ, достаточно компактный, но в то же время и развернутый, и достаточно подробный, чтобы там важнейшие вопросы русского мировоззрения не были упущены. В том числе и вопросы, которые считаются крайне неудобными. Вот еврейский вопрос в России для одних это просто единственный вопрос, который существует, а для других это вопрос, который нельзя затрагивать. Мы его обязательно должны затронуть и разрешить его таким образом, чтобы с одной стороны это не было какой-нибудь глупостью очередной, написанной людьми с раздраженным мировоззрением, с раздраженным рассудком, а с другой стороны, чтобы это не было какой-то такой сухой материи, как будто бы вопрос разрешается уже тем, что мы что-то там на бумаге написали. Нет, работа должна быть достаточно серьезной, и люди, которые к ней будут привлечены, мы попросим от них очень серьезного отношения, в том числе и к литературному жанру, чтобы не было там каких-то жаргонизмов, каких-то сомнительных терминов или привлечения каких-то сомнительных теорий или сомнительных источников. Все должно быть сделано на высшем уровне. Так как мы делали манифест возрождения России в 1993-1996 году, тщательно отрабатывая все параграфы, буквально каждое предложение вылизывая, или как мы делали национальный манифест в 2009 году, все очень подробно и с одной стороны подробно, а с другой стороны достаточно ярким и привлекательным языком то, что действительно может привлечь интеллектуала. Мы не рассчитываем на широкую публику, которая вообще ничего не читает. Она не знает даже, что такое Россия, как Гоголь писал, великое незнание России посреди России. Так теперь ситуация изменилась, сейчас невозможно найти хоть какого-то знания посреди России у русских людей. Не знают свою историю, свою страну, не понимают, что такое русское, поэтому становятся не русскими, становятся просто россиянами, советскими людьми, кем угодно, общечеловеками, либерастами, коммунистами. Но только не русскими. С моей точки зрения, для того, чтобы стать русским, надо, во-первых, перестать быть либералом и все либеральные бредни отбросить. Во-вторых, перестать быть коммунистом, отбросить все мифы, все идеологемы советской эпохи. Тогда открывается поле возможностей, для того, чтобы на этом поле можно было насадить какие-то продуктивные идеи. Когда все это сложится вместе, вот тогда мировоззренческая революция произойдет. И тогда последуют очень быстрые изменения, и всем будет понятно, что делать, потому что все уже написано. Я уже много раз говорил, все написано, все тексты уже написаны. Еще раз мы хотим написать некий манифест для того, чтобы привлечь людей, которые вообще пишут, к тому, чтобы заниматься сотворчеством, совместной идеологической деятельностью. А не потому, что какие-то вопросы не разрешены. Мы их снова попробуем сложить все вместе, все наработки, которые есть у разных людей. И я через «Русские новости» приглашаю к этой работе. Приглашаю, она будет идти в рамках деятельности Русского национального фронта. Какие-то идеи, какие-то параграфы, может быть, будущего манифеста будут изложены на конференции 7 июня. Мы не приглашаем туда широкую публику, кто зайдет, кто пришел, тот и заходит. Нет, проход будет исключительно по спискам, только через организации, входящие в Русский национальный фронт. Только тех, кого мы приглашаем, те и будут присутствовать в зале. Потому что зал не такой большой, наверное, около 100 мест, поэтому мы не сможем пригласить всех. Но мы сделаем видеоролики, люди смогут посмотреть. Те, кто не был приглашен, поэтому мы просим прощения, мы не можем снять зал на тысячу человек при всем желании. Несмотря на то, что некоторые поступления финансовые происходят, в частности, через «Русские новости», мы не обладаем такими возможностями, чтобы снимать большие залы, чтобы распространять информацию о прошедшей конференции или о проходящей конференции на огромное количество людей. Поэтому мы просим тех, кого мы не пригласим, не обижаться. А посмотрев видео этой конференции, принять участие в распространении этой информации. Когда мы будем работать над манифестом, может быть, мы даже какие-то вещи будем открыто публиковать, скажем, какой-то параграф опубликуем и предложим обсудить. Вот если у кого-то есть мурашки на кончике пера, то пусть он тогда поучаствует в этом деле, попробует написать. При этом нам критика абсолютно не нужна, ничья критика. Нам нужно сотрудничество в том, чтобы написать совместный документ. Вот несколько строк, которые были набросками для такой вот преамбулы. Русское национальное движение – это единственная сила, которая, избавившись от внедренных в него агентов врага и сплотившись в общем деле, способна спасти Россию от уничтожения. Русское национальное движение выражает интересы исключительно русского и только русского народа. Но эти интересы оказываются близки также интересам иных народов, издревле проживающих в России, которые сегодня утратили понимание ценности русского лидерства и теперь поддаются русофобской пропаганде и стараются каждый для себя. Мы это видим в Яве. У русских, к сожалению, союзников в Российской Федерации или за ее пределами просто нет, на сегодняшний день не осталось. Мы их не видим. Мы надеемся вернуть их к здравому отношению к русским и к России, но главное, чтобы то же самое произошло с русскими. Русские люди должны вспомнить о своей русской природе и отстоять Россию для будущих поколений русского народа. Угроза существования России исходит не столько от внешних, сколько от внутренних врагов, от захватившего власть интернационала олигархии, от инородческих кланов и этнокриминала. Точно так же и русское движение разъединяется внутренними распрями и агентурой врага, внедряемого к нам под русскими именами, но имеющими совершенно иные цели, чем те, которые должны ставить перед собой русские люди. Подавив внутреннего врага, мы сумеем отразить и внешнего. Настоящий манифест, обобщая интеллектуальные усилия русских мыслителей и опыт политической борьбы за интересы русского народа, предлагает основу для сплочения всего русского движения, всех русских людей. Примерное оглавление. Третий раздел – экономическое чудо, прошлое и будущее, что делать с олигархией, наука – главный источник экономического роста, статус собственности, частный, государственный и общественный, экономика как система, роль государства в ее формировании. Четвертый раздел – социальная платформа русского движения, социальная и социализм, цели социальной политики, воспроизведение нации, принцип справедливости, равное для равных, оплата труда, пенсии и пособия, демография, параметры выживания нации, образовательная система и информационная среда, воспитание гражданина, культура, ключ к формированию нации. Пятый раздел – религиозный вопрос, от разлада к единству, русское православие и пороки церковной бюрократии, русскоязычество, вера и атеизм, иудаизм, враг православия, враг русского народа, ислам, традиционный и террористический, русско-религиозное примирение, мы русские с нами Бог, солнце за нас. Шестой раздел – военная организация государства, угрозы извне и внутренний враг, преодоление измены, принцип службы гражданина, военная подготовка, призыв, условия войны, военная промышленность, локомотив экономики, современные вооруженные силы, армия, флот, авиация, космос. Седьмой раздел – имитаторы русскости и открытые враги русского народа. Национал-социализм – термин и смысл, почему нам не близок Гитлер, но близок опыт государственного и национального строительства Европы. Христианский коммунизм – нелепые мечты. Национал-либерализм, национал-демократия – вирус либерализма в русском движении. Восьмой раздел – русские символы и русские иллюзии, образы истории, объединяющие и разъединяющие. Мифологизация дохристианской Руси – позитив и негатив, идеализация до Петровской Руси, клевета на Российскую империю от либералов до коммунистов, как относиться к советскому периоду, государство не наше, а народ наш, Сталин за и против, перестройка и демократизация, идеи предателей, надежды эгоистов. Девятый раздел – Россия – образ будущего, государство и нация, гражданин и его права, экономика будущего, на свете счастья нет, но есть покой и воля, мы русские, какой восторг. Вот примерно то, что хотелось бы наполнить текстами, смысловыми текстами, достаточно яркими, литературно талантливыми. Я думаю, что мы сделаем эту работу, сможем, это, конечно, зависит не от одного меня, если я в какой-то мере выступаю как один из инициаторов проведения этой работы, это не значит, что мы этот узкий круг инициаторов и все сделаем. Нет, мы постараемся привлечь тех, кто способен будет сделать. Но ограничения уже ясны, нам не нужны ни социалисты, ни либералы, ни люди, которые пытаются от национализма что-то оторвать и прилепить к какому-нибудь другому идеологическому комплексу, к социализму или к либерализму или к чему угодно еще. Нам нужно именно русское мировоззрение, и кто способен и готов работать над русским мировоззрением, мы приглашаем к этой деятельности. Но только без фоноберии, это наше общее дело, и если мы это дело хотим выполнить вместе, вместе что-то сформировать, то нам надо работать как творческий коллектив, как, скажем, научный коллектив, как лаборатория работает. Если мы готовы к совместной деятельности, тогда документ получится. Но кто не готов, того придется как-то от этой работы отстранить, кто придет там поругаться или внедрить там свои какие-то экстравагантные идеи, мало кому понятные или малопонятным языком, или придет поспорить, чтобы потом облить всех грязью. Такие люди нам в подобной деятельности не нужны. Русское движение по-прежнему находится под полицейским давлением. Недавно состоялось судебное заседание по новому очередному уголовному делу против Владимира Васильевича Ковачкова. Якобы он, находясь в колонии, записал видеоролик, выложил его в сеть. Его там кто-то посмотрел из вот этих чинуш ФСБ и написал донос, форменный донос. Я посмотрел, что там понаписано. Какой-то подполковник, которому звание присвоили, очередное звание, по всей видимости, именно для того, чтобы он совершил подлость. Он подлость совершил, написал донос на Владимира Ковачкова. Почему? Потому что срок заключения уже как-то приближается к концу. Уже можно подавать заявление на условно-досрочное освобождение. А тут новое уголовное дело. Ох, он там занимается пропагандной терроризмом. Ну, я не знаю, действительно ли это полковник Ковачков был на этом видеоролике. Я посмотрел его. Посмотрел, правда, его не в сети, потому что в сети он просто стерт оказался. Ну, может быть, он похож на Владимира Ковачкова, может быть, и нет. Когда была эта сделана запись? Вообще сделана ли она год назад, как утверждает этот подполковник Журавлев? Ну, мерзавец первейший. Я несколько позднее об этом расскажу более подробно. И все то, что этот негодяй написал в порядке доноса, это вовсе не исполнение служебных обязанностей, это донос. Отдельную передачу я сделаю, когда состоится следующее заседание суда. Вот на первом заседании суда не обсуждался вопрос о правомерности возбуждения уголовного дела. Это давайте, судья, как всегда. Это не та стадия. У судей у них всегда там, вот это вот та стадия, а вот это не та стадия. Вот на этой стадии вы можете подавать, а на этой не можете. То есть это произвольная, совершенно произвольная трактовка норм права, когда фактически подсудимому или, если гражданское дело, сторона, не дают возможности последовательно предъявлять, например, свои ходатайства. Я хочу одно предъявить ходатайство, а другое я пока, в зависимости от того, какое будет решение суда по поводу первого ходатайства, готов предъявить. Нет, давайте все, давайте в кучу, а я буду уж тут разбираться. То есть судей, конечно, это какая-то такая новая воспитанная генерация чиновников, которые ненавидят граждан, просто ненавидят. И главное, что ненавидят справедливость. Вот если дело касается вообще политики, то ненависть к гражданам приобретает какие-то уже патологические формы. И вот то, что мы видим очередное издевательство над полковником Квачковым, это и есть как раз проявление гнилостности и какой-то патологической подлости системы, в которую нас втянули Путин и его компания. Но не только людей известных преследуют вот таким подлым образом, не только их шельмуют, но и обычных людей. Вот жительницу Таганрога осудили по 282-й статье за листовки с критикой полиции. Городской суд Таганрога Ростовской области признал местную жительницу Елизавету Цветкову виноватой в возбуждении ненависти и вражды по признаку принадлежности к социальной группе сотрудники полиции. Сотрудники полиции стали социальной группой. Если это теперь уже норма, теперь это норма, сотрудники полиции – социальная группа. У социальной группы есть свои обособленные интересы, которые зачастую противостоят интересам других групп. Это означает, что полиция преследует в своей деятельности свои интересы. Причем каждый полицейский, находясь при исполнении обязанностей, теперь оказывается преследует свои интересы, интересы своей социальной группы. Давайте мы это запомним. Не интересы граждан в целом, он не противодействует преступности, он борется за интересы своей социальной группы. Вот что утверждал ростовский или Таганрогский городской суд, что полиция больше не является службой. Это деятельность по защите своих социальных интересов, своей группы. И там действия по приказу – это только прикрытие. Якобы там какая-то есть иерархия, есть закон о полиции, есть этический кодекс какой-то сотрудника полиции. Все это не имеет никакого значения, потому что у социальной группы ничего этого нет. Это имитация. То есть полицейская деятельность – это имитация. Поэтому, оказывается, можно возбудить ненависть и вражду к полиции, как к социальной группе. Это, конечно, безграмотность, сугубая безграмотность, но и подлость. Я думаю, что судье это все понятно. Обвинение доказывало, что Цветкова совершила преступление, предусмотренное частью 1-й и 282-й статьи УК. Она скачала в социальной сети ВКонтакте листовку с критикой правоохранительных органов, распечатывала ее и накануне празднования Дня сотрудников органов внутренних дел расклеила на остановках общественного транспорта и фонарных столбах. На самом деле, обычная, нормальная и правильная деятельность гражданина. Правильная деятельность. Потому что на репутации российской полиции негде ставить клейма. Она настолько подлая, настолько противоречащая всем нормам этики, закона, божьего и человеческого, что гражданину положено делать именно то, что делала вот эта дама. Поскольку полиции нечего праздновать в нашей стране. Потому что столько подлостей, сколько делает полиция, не делает вся преступная среда. То есть самая преступная организация в России, это какая-нибудь организация, созданная так называемой государственной властью. Это самозванцы, поэтому у них и все структуры становятся самозванными. Они еще чего-то позволяют себе праздновать. День сотрудников органов внутренних дел. День какой-то. Государственный праздник. Государственный праздник, но он для нас не праздник. Потому что вся деятельность сотрудников внутренних дел направлена почему-то всегда против нас. Что-нибудь за нас есть? Как-то они за нас, эти сотрудники, действуют? Где-то, наверное, действуют. Нам-то почему-то все время известны только факты, что они действуют против нас. И вот они взяли бедную женщину и обвинили в том, что она возбуждает рознь. Да, эта рознь уже давно возбуждена самими сотрудниками полиции. Они постоянно вызывают ненависть к себе, постоянно всеми своими действиями. Любое обобщение, конечно, страдает неточностью. Везде можно найти честных, порядочных людей, но не попадаются они на пути. Я не знаю, вот среди моих знакомых, но нет людей, которые сказали бы, да, вот в этом случае, да, вот здесь полиция сработала хорошо. Да всегда работает плохо. Всегда работает так, что хочется сказать, ребята, лучше бы вы отдыхали, получали бы зарплату и сидели бы дома. Вот нам было бы легче. Подсудимая, разумеется, своей вины не признала. Ее защита просила суд вынести оправдательный приговор, в то время как обвинение требовало приговорить Цветкову к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселений. Но это рехнуться можно. Вот кто этот прокурор? Я бы хотел, конечно, знать фамилии прокурора и судьи. Ну это заведомые подлецы, их надо просто внести в наш реестр, который мы ведем. Враги русского народа. Вот это тоже, это враги русского народа, я в этом не сомневаюсь. Граждане не должны бояться полицейских, которые приступают к закону и творят произвол, а должны пресекать их действия, сообщать об их противоправной деятельности, выступать с критикой полицейских. Только тогда мы будем жить в правовом государстве и сможем улучшить жизнь в России, заявила Цветкова в своем последнем слове. Это абсолютно правильно, это абсолютно достойный и законный мотив ее действий. А действия суда, действия полиции, действия прокуратуры абсолютно незаконны. И вот эти люди должны сидеть не в колонии поселения, они должны сесть на длительные сроки. Еще раз повторяю, судья, прокурор, возбудивший дело, следствие, которое не закрыло это дело, и судья, которая вынесла приговор. Это преступник, преступная группа. Это не социальный слой, это преступная группа. Тут нет никакого социального слоя, нет ничего социального и даже ничего государственного. Это полный произвол. Мы должны так к этому и относиться. Действия по 282 статье, это произвол. Ну всегда, даже если это не касается русских людей, это всегда произвол. Так сложилось. Эта статья могла бы действовать действительно против возбуждения розни. Но она действует по правоприменительной практике, так называемой. Она действует против, конкретно и очень целенаправленно против русских людей. Против всех русских людей, даже те, кого еще по этой статье не осудили. Это проблема того, что не хватает мощности у правоохранительной системы. В принципе, любой, кто хоть что-то написал критическое про Путина, про Медведева, про прокуратуру, про Чайку, про ФСБ. Все эти люди могут быть схвачены, посажены за решетку, как вот здесь прокуратура, год колонии и поселения. Каждому, давайте там, каждому колонии и поселения присудим, потому что мы недовольны вами. Вы этим занимаетесь, господа судьи, прокуроры, следователи. Вы этим занимаетесь, МВД, вы этим занимаетесь. Вы ищете повод для того, чтобы человека посадить в колонию-поселение или за решетку, ну, в какое-то время следствию арестовать, посадить в следственный изолятор, держать там несколько месяцев. Вы этим продолжаете заниматься? То есть вы прямо противоставляете себя всему обществу за критику. Эта критика нелицеприятна, да. Я понимаю, что неприятно слушать любому, скажем, полицейскому, что среди полицейских мы видим почему-то, почему-то, одних только подлецов. Ну, человек смотрит и думает, ну, я-то вроде не подлец, ах, значит, вы возбуждаете против меня рознь. Да мы не возбуждаем, это вы возбуждаете. Вы своей деятельностью возбуждаете рознь, потому что вы всегда находитесь на стороне преступников и на стороне беззакония, которые вам спускаются сверху в виде директив. Вы эти директивы выполняете, а не закон. И судьи тоже самое. Ну, поверьте, ни одного честного судью я не встречал. Ни одного. И даже просто профессионально подготовленного, который бы читал дело перед тем, как его рассматривать. Они не читают дело. Они читают только резолютивную часть, там, иск или жалоба. Прошу то-то, то-то. Ну, если прокуратура что-то просит, ну, разве судья откажет? Никогда не отказывают. По моей практике никогда не отказывают. Ну, может быть, там на сто каких-то решений суда одно будет случайно совпадет с законом. Все остальное сплошное беззаконие. Это только оформляется. Все, с чем мы сталкиваемся, просто оформлено, похоже на закон. Ну, сверху написано, например, решение суда. А дальше там что-то написано. Или экспертиза по такому-то, такому-то вопросу. И дальше что-то написано. Вот что написано, не имеет никакого отношения к закону. Это, скорее, преступление. Об этом мы еще не раз будем говорить. Многих возбуждает помилование, так называемое помилование, продукта украинской пропаганды. Мадам Савченко. Все почему-то очень сильно возбудились. Конечно, действие незаконное. Незаконное. Если у нас есть законодательство о помиловании, там требуется признание вины. В данном случае никакого признания вины не было. Но все это представили якобы. Вот Путин захотел, Путин сделал. С какой стати? А вот захотел. Понимаете, для них закон ведь не писан. Нет никакого прошения о помиловании. А мы помилуем. И все. Для чего? А мы хотели вернуть двух грушников, которые якобы уже не служили и в Донбассе воевали, попали в плен. Мы их хотели вернуть, обменять. Ну тогда так и говорите. Да, это военнопленные. И Савченко была военнопленная. Эти военнопленные. Мы обмениваемся военнопленными. Мы находимся в состоянии войны с Украиной. Разве это не так? Ну мы, получается, как имитация такая, государственные органы действуют так, как будто они находятся в состоянии войны с Украиной. С одной стороны. С другой стороны, олигархи живут душа в душу. Они продолжают все свои шашни, они стоят над государством. То есть государство унижено до какой-то склоки. И там вот эта склока продолжается. Они не хотят даже формально определить, что действительно есть состояние войны, признаки состояния. Они же есть, они все налицо. И любой аналитик скажет, да, это признаки состояния войны. Вело, текущей, гибридной, какой угодно войны. И это именно война. Что еще? Как еще назвать вот это состояние, вот эти отношения, которые имеются сейчас между Российской Федерацией и Украиной? Ну и сами эти два таких имитационных государства, они, конечно, не вызывают никакого уважения. Порошенко, Путин, это какие-то фигляры, которые там их дергают за ниточку. И они друг на друга собачатся. И то они как-то стараются обойти, вот лично никак не затронуть. А такими общими фразами отделываться, что мы не позволим, мы не допустим, мы вернем Крым, мы не отдадим Крым. И вся эта вот болтовня, это лишь для того, чтобы поддерживать вот это состояние войны, не признавая его. А фактически, вот что так всех задевает, ну, один из обозревателей действительно очень точно подметил, что все возмущены именно освобождением Савченко. А то, что освобождены два сотрудника ГРУ в обмен на Савченко, это как-то все забыли. И нам как будто это неинтересно совершенно. Мне, честно говоря, наплевать на Савченко. Завтра ее, там, не знаю, законопатят на пожизненное заключение или выпустят там куда-нибудь в сторону Северно-Ледовитого океана, чтобы она куда-нибудь отправилась в произвольном направлении, куда ей захочется. Мне все равно. Мне все равно. Вот то, что двух людей вернули, это хорошо. А беззаконие, у Путина все беззаконие. Поэтому здесь удивляться нечего, возмущаться, там, ах, это Савченко, это русофобка. Да у нас русофобы в Кремле сидят. Разве Путин от этой Савченко чем-то отличается по концентрации русофобии? Да Савченко это просто болтушка какая-то, тетка со свихнувшимися мозгами. Ну, что она там сделала? Она корректировала огонь, и вот снаряды попали туда, куда пришли какие-то там журналисты. А что там, таких на стороне так называемых сил АТО было мало? Да их там полно, там их тысячи таких. А мы тут взяли Савченко, стали ее показывать по телевидению. Ах, какая они хорошая, и показывают вот все ее поведение, это обезьяния, эти непристойные жесты, вскакивание на стул и так далее. Ну, поведение животного, по-другому не скажешь. И это очень популярная фигура там вот среди так называемых укров. Это не русские, это не украинцы, это не малороссы, это именно укры. Вот я считаю, что надо так их и считать. Вот эти побитые русофобией мозги, это мозги укров, каких-то действительно троглодитов, которые вылезли откуда-то из пещер благодаря Порошенко. Это его как раз опора, вот эти троглодиты. И у них это будет их лидер, слава богу. И слава богу, что у них будет именно такой лидер, позорный, отвратительный во всех своих ужимках. Ради бога, пусть отдали туда, слава богу, что можно было получить что-то обратно. Но все сделано незаконным путем, незаконным, это конечно не отнимешь, и эта критика является совершенно справедливой. И как-то тут один написал в интернете деятель, сегодня товарищ Сталин помиловал доктора Менгеля из соображения гуманизма. Об этом его просили родственники погибших в Освенцепе. Ну действительно, ситуация довольно глупая. О своих забыли, о своих, ну а что, какие тогда претензии к Путину? Путин забыл своих, ну он везде их забывает, он там в Чечне мог забыть русских, там еще где угодно. Русских он забывает, он их вообще не знает, кто такие русские для него. Ну если это не русские рабы, тогда это вообще непонятно кто. Тогда это те, кто подлежат истреблению, преследованию и так далее. Да, если мы забываем своих, кто находится там вот в тюрьмах террористического режима Порошенко, ну тогда, в общем, какие претензии к Путину тогда? Он тут тоже забывает, он их забыл, они ему не интересны. Мы знаем, что это наши люди, это русские люди, политические заключенные украинского террористического режима. Такие же политические заключенные, как есть и по эту сторону фиктивной границы между Украиной и Российской Федерацией, которая должна быть стерта и все должно стать одной только Россией, одной великой Россией. Вот за это мы и боремся. Поэтому мы должны прежде всего думать о своих, не о чужих. Ну кто такая Савченко? Ну это просто пустое место. Поэтому надо как-то вот сбавить обороты с вот этим возмущением. Возмущаться общим состоянием беззакония, общей русофобии, общим пренебрежением к интересам русского народа и вот этим предательством, которое осуществляется по отношению к Донбассу, да уже и по отношению к Крыму, все пронизано предательством. Путин и его компания сдают страну олигархам, этнобандитам, американским оккупантам, кому угодно, только не борются за интересы нашей страны. Вот это нас больше всего должно возмущать. А не какая-то там Савченко, ну сконцентрировались на этой фигуре, прямо вот внимание присосалось к ней, а там не на что смотреть, абсолютно не на что. По поводу космоса, высказывания Дмитрия Рогозина, прежнего соратника, или я был его соратником раньше, ну вот впервые за безмало пять лет, когда я прервал с ним отношения, ну он со мной соответственно прервал, ну скорее я ушел, чем он от меня отказался, но он тоже отказался, я в этом не сомневаюсь. Вот впервые я увидел какое-то честное высказывание, которое тут же было так вот смешировано, дезавуировано. Действительно, мы отстали от американцев в космической отрасли навсегда, при том, что подавляющее большинство так называемых уважаемых россиян считает, что в космосе мы впереди планеты всей. Нет, мы отстали навсегда, ну можете себе представить, мы отстали навсегда. Рогозин просто обратил внимание, что производительность труда в космической отрасли у нас в девять раз ниже, чем в США, и что наши планы это только лишь в полтора раза увеличить эту производительность. Это и называется навсегда, мы никогда их не догоним, хотя вот потом Дмитрий Рогозин сказал, что не так его поняли. По словам Дмитрия Рогозина, которого цитирует Интерфакс, даже самые амбициозные отечественные космические проекты предполагают увеличение производительности в отрасли только в полтора раза. Но, и дальше кавычки, но так мы их, то есть США, не догоним никогда, заключил вице-премьер. В качестве мер повышения эффективности он предложил борьбу с бюрократией и очередное повышение производительности. В противном случае мы так и будем смотреть на НАСА и Илона Маска. Компания Маска Space X, созданная в 2002 году, сейчас предлагает самые низкие цены на космические запуски. Недавно отработал посадку первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу. Но это частная компания. Мне кажется, не было ли здесь какой-то потусторонней мысли о том, что надо в космос допустить частные компании? Тогда это будет уже не российский космос. В этом нет никаких сомнений. То, что у Илона Маска космос американских сомнений нет, ну, у них так повелось. У них так повелось. У них формально это частные компании. Частные компании финансируются, в том числе и тем же НАСА, который размещает заказы. У нас, наверное, должна возникнуть новая отрасль частного космического извоза. И государство будет давать заказы. Но это путь к гибели. Поэтому, да, бороться с бюрократией нужно. Бюрократию нужно просто уничтожать. Дмитрий Рогозин обиделся и сказал, что его не так цитировали. Он говорил, что по данному показателю только мы отстаем в 9 раз. То есть мы вкладываем гораздо больше, а на выходе у нас, ну, как-то сравнимые результаты с американцами. Да ничего не сравнимо, ни в чем не сравнимо. И у нас действительно, как было уже отмечено не раз, но это никто же не замечает, у нас только в двигателестроении есть какие-то перспективы. Ну и там измена. Я уже сто раз выступал там и документы рассылал, будучи депутатом во все стороны, о том, что Энергомаш, компания, которая торгует этими двигателями, выпускает эти двигатели, ну, во-первых, разворована ее собственность, а во-вторых, эти двигатели продаются потенциальному сопернику в глобальном противостоянии тем же Соединенным Штатам. И они на этих двигателях делают запуски. А мы что? А зачем мы это делаем? То есть мы конкуренту просто отдаем свои ноу-хау. Они пользуются, при том доходы оседают в карманах частных лиц, вовсе не государство поступает. Там сложная схема, там какие-то дочки, сыночки этих фирм расставлены везде. Я пришел к выводу, когда занимался вот этим воровством, глобальным воровством в космической и в целом военно-промышленной области, я пришел к выводу, это просто карман на недействующей бюрократии. Это главный карман. Если олигархи грабят в основном топливно-энергетическую, сырьевую область, они там грабят, они все рассовывают по карманам и копейки кидают в бюджет. То для правящей бюрократии, для группировки Путина, главный источник их личного обогащения – это военно-промышленный комплекс и космос в том числе. Именно поэтому тот скандал с Энергомашем, который произошел уже во времена ООН, еще там счетная палата, Степашин выступал. Но это уже все было после того, как эту тему я пытался поднять в прокуратуру, подключить. В конце концов, пройдя все инстанции, я в то время Путину направил страниц 200 бумаги со всеми деталями и так далее. Вместе с Игорем Литвиненко мы все это делали. И видим, что ничего не изменилось. До сих пор все остается, как и было. И дело не в том, что надо с бюрократией бороться. Эту бюрократию надо просто устранить, убрать, убрать. Космосом должны заниматься академики. Настоящие академики, не фиктивные, а люди науки. Это сфера, в которой руководство должно быть научное, а не бюрократическое. Там должны быть специалисты. Но сам Дмитрий Олегович, к сожалению, не специалист в космической области и в сфере вооружения. Он по образованию журналисты никогда не руководил какими-то крупными научными коллективами. Он занимался только в период подготовки своих диссертаций кандидатской докторской. Это философия. Там нет знания техники. Там нет знания управления наукой, управления крупными наукоемкими производственными комплексами. Ну и все остальные вокруг точно такие же. Это так называемые эффективные менеджеры генерации Путина-Медведева, которые сами пень-пнем, что называется. То есть люди абсолютно необразованные, ничего не понимающие. Ни в инженерных науках, ни в естественных науках. Ну и в точных-то уже и подавно. Поэтому никогда никакого прорыва не будет, если космосом будут руководить так называемые эффективные менеджеры, то есть профаны. То есть профаны, которые еще к тому же обслуживают интересы совершенно враждебные и науке, и производству, и нации. Обслуживают интересы правящей олигархической группировки и олигархии, которые за счет космоса, за счет военных технологий набивают себе карманы. Тут вопрос может решаться только радикально. Измена Родине, вот что означает эта деятельность этих эффективных менеджеров. Измена Родине, а изменники должны сидеть в тюрьме. У нас есть законодательство «Смертная казнь», хотя ее отменили, и Путин продолжил эту отмену после Ельцина, таким образом продолжил его линию на оправдание всех преступников. И еще куча мер была предпринята, чтобы все воры и изменники, все жили себе спокойно. А вот русские патриоты, они должны преследоваться, должны сидеть в тюрьме. Вот чем занимается ныне действующая правящая группировка. Ее-то мы, русские люди, должны сместить, должны убрать от власти людей, которые не способны действовать в интересах России и русского большинства. Убрать их любыми средствами, кто-то говорит, а там государственный переворот и так далее. Будет государственный переворот? Ну кто проводит государственные перевороты? Мы что ли из своего подвала, из своей квартиры запланируем государственный переворот? Ну это смешно. Или какие-то террористические акты? Не смешите. Террористические акты проводят те, кто имеет доступ к соответствующим технологиям, к поставкам вооружений, кто хорошо финансируется, где, какие финансы у нас, у русских политиков. Ни финансов, ни никаких возможностей для совершения государственного переворота. Мы стремимся к перевороту в мозгах прежде всего. Это и есть занятие политика, когда мы стремимся к просветлению мозгов людей, чтобы они понимали, что происходит, как их грабят, как их обманывают. И почему ныне действующая власть не должна пользоваться никакой популярностью. Еще раз вернусь к вопросу о праймерис, который провели Единая Россия, Путин и вся его группировка. 10% это то, что они объявили. Вот количество участников вот этих выборов в рамках одной партии. 10% от числа избирателей якобы пришли на вот эти избирательные участки Единой России. Не пришли они, конечно. Разнарядка такая была. Не меньше 10%. Ну и они отчитались 10, сколько-то с копейками. Каждая область, каждый чиновник отчитывался по разнарядке, по нормативу, что они это выполнили. Реально, конечно, не выполнили, поскольку какой же идет, пойдет голосовать за каких-то кандидатов из Единой России и других кандидатов из Единой России. То есть такие однопартийные выборы. Ну не пошли люди. Поэтому не 10%, 10% это то, что они объявили. Реально в 10 раз меньше. Вот активное пропутинское меньшинство это 1%, не больше. Вот если бы у нас было активное антипутинское национальное русское меньшинство, пусть размером в 1%, мы бы сломали хребет этой власти. Нам нужно именно это. 1%, хотя бы 1%, от 1 до 3-5 максимум процентов. Больше уже не нужно. Для того, чтобы принципиально изменить положение в стране. Мы добиваемся, ищем этот 1% русских людей, которые будут активно заниматься политикой, противодействовать тому уничтожению России, которым занимается Путин и его олигархическая шайка. Найдем и победа будет за нами. Я уверен, что мы это сделаем, потому что режим слабеет, все сыплется, управлять страной они не могут, не способны. Голова у них не работает, они только могут хихикать, кривляться и лгать, беспрерывно лгать через телевизионный ящик. Отключаем телевизионный ящик, включаем мозги. Тогда у нас сразу все становится на свои места. Сразу ясно, что какой там космос, какая там наука. Ничего этого нет. Ни образования нет, ни здравоохранения. Все системы, большие социальные системы, разрушены до основания. Остались только такие островки. А дает результат только большая система, именно системно организованная государственным управлением. Отрасль военно-космическая или просто космическая. Медицина, здравоохранение в целом, не только медицина. Здравоохранение, это должна быть система. Это не очаги отдельные какие-то там поликлинические управления, отдельные управления здравоохранения где-то там в регионах. Это система, все должно быть слажено, организовано, должны быть стандарты образовательные, стандарты поведения, устройства и так далее, управленческие решения. Вот когда это доведено до автоматизма работы и все время проверяется эффективность этого автоматизма, подправляется, все работает как единый организм. Тогда можно говорить о системе. Нет системы. В советское время признаки системы действительно были. Она не охватывала всю страну, но все-таки она как-то пыталась это сделать. Сейчас нет вообще. То же самое и в любой образовании, в здравоохранении, в науке, в космосе. Вообще, какое бы направление ни возьми, именно Путин является конечным разрушителем систем. Ельцин создал эти условия. То есть, все начало осыпаться, пришел Путин и интенсивно все разрушил. Интенсивнейшим образом он работал действительно как раб на галерах, греб по пустыне и добился своего. Все абсолютно все социальные системы, все экономические системы в России разрушены до основания. Ну, соответственно, эффективность всего этого стремительно падает. Стремительно падает. И крах режима неизбежен. Вот это мы должны донести до окружающих нас людей. Я обращаюсь к зрителям русских новостей. Мы должны донести до людей понимание того, что система рушится. И нам надо думать о том, что будет после этого. После того, как это система управления государством. Государства нет. Не система управления экономикой. Ее уже не существует. Есть только олигархические кланы. Не управление социальной средой. Нет этих систем. Это система обмана. Система обмана, система имитации. Она рушится. Она рушится в силу неспособности управлять современными структурами, которые обеспечат существование нации и государства. Мы должны это донести. И когда люди начнут понимать, что эта система не работает, либералистические принципы являются совершенно разрушительными, коммунистический реванш это просто самоубийство, тогда что остается? Остается русское национальное государство. Русский национализм. Это идеология единственная спасительная для России. Мы и предлагаем ее. Формируем идеологические тексты, пишем статьи, выступаем, говорим об этом. И самое главное, для чего мы это делаем, это набирать сторонников. Мы ждем сторонников в наших рядах. Мы не ждем каких-то государственных переворотов. Мы их не готовим и к ним не готовимся. Точнее, мы готовимся к ним, но мы их не готовим. Если будет государственный переворот, если какая-то из структур, там, скажем, ФСБ поднимет мятеж, порежет там всех этих кремлевских негодяев, мы что, против, что ли, будем? Конечно, мы не будем против. Пусть те, кто уничтожает нашу страну, получат свое. Мы только за. Но наша функция политическая, мировоззренческая. Мы должны организовывать политические акции, мы должны просвещать людей, набирать сторонников. И когда мы вот эту условную цифру 1% от взрослого населения страны консолидируем, тогда вопрос с политической точки зрения будет решен. А дальше будет вопрос о завоевании власти тем или иным путем. Каким путем, мы сейчас не знаем. Знаем только, что через нынешнюю систему выборов бесполезно бороться за власть, поэтому мы в выборах не участвуем и другим предлагаем не участвовать. И не надо дрожать за свой этот бюллетень, что я вот его как-то испорчу, и тогда его не испортит тот и другой, поставив галочку в ненужном месте. Если эти люди готовы к массовым убийствам, я уверен в том, что они готовы к массовым убийствам, чтобы удержать свою власть, то ваш бюллетень, это тьфу, подделка, там подделать, я не знаю, там 100 миллионов бюллетеней, да это плевое дело. Можно даже бюллетени не подделать, а просто объявить определенную цифру. Вы голосуйте как угодно. Для этих людей важно, чтобы все увидели поток голосующих, которые идут на избирательные участки, заполняют, там что-то выходят, потом чертыхаются по результатам выборов. Но главное, чтобы прошел этот поток людей через избирательные участки, а потом можно объявить, выборы состоялись, выбрали вот таких-то и таких-то. Опять негодяев. Ну что, вы же сами поспособствовали тому, чтобы этот механизм сработал. Поэтому не ходите на выборы. И тогда, если мы донесем вот это, что нельзя в таких выборах участвовать, тогда не будет никакого потока, нельзя будет сказать, что вот пришли там 20% от числа избирателей. Если придет меньше, меньше 10%, ну нет никаких выборов. Мы прекрасно это видим и увидим еще раз. Но это должно стать общим пониманием. Никаких выборов нет. Поэтому не надо в них участвовать. Надо участвовать в политической борьбе в русском движении за русское национальное государство. Редактор субтитров А.Семкин